«Хоум Албану» начался в Бадони Ченгиза Буладзе. Вчера я был молодой, и тогда снимали с христосской балладой, и он искал место, где сниматься. И пока я ничего не знал. Что я буду играть, или не буду играть, и проходил. И прямо в центре Хазбеки он громко сказал, «Посмотрите этого человека, он хороший звядауре будет, да?» Я сказал, что я тогда начал, это христосская баллада будет второй фильм, а я очень хотел играть в фильмах. Это мечта каждого молодого актера. И... А я очень обрадовался. Но ничего не сказали. К киностудии ранее задавать себя нельзя. Когда закончишь фильм, вот тогда можно задавать себя. А то не знаешь, когда освободят, и когда снимут роли, или тот не так хорошо, эта глаза не так хорошо, или волос не так хорошо, или уши не так хорошо, или борода не так, понимаешь? И освободим этого и... Все. Так и... Было много... Со мной не случилось, но вокруг... И я всегда был готов за это. Я не радовался заранее, когда заканчивали фильмы, я тогда радовался, что все озвучали, фильм выходит, конец, тогда уже никто ничего не может сделать. Ну, приехали в Тбилиси, и мне сказали, что давай на пробу, я доволен. Ну... Второго никто не попробовал, только меня. И меня вот этот... Волос делали. В России один раз спросили, почему все грузины, лисы с красивыми девушками были. и хотели опозорить меня. Женщина спросила. Я говорю, что... Бабуля... Это дополнительная площадка для поцелования. И эта девушка ведет целый лет на голове, и эта бабуля ушел куда-то. Я не успел. Ну, попробовали, утвердили на звядауры, и начали снимать ингушеты. Мы называем кисты. И там были очень хорошие встречи. У нас был украинский оператор. Саша. Хороший человек. Очень хороший человек. И снимают с одного стороны, на улице, а в другой стоим. Я и утром его не только цесли. Пришел кисты. Ингуш. Костюм одеты современный, но кинжал весит. Он заметил, они очень гордые, народы очень чувствительные. Он сошел с коня и подождал, что что-то происходит, и не прошел. И... Это только... Киностудия всегда был этот... Конечно, потому что ничего не чувствовал вокруг людей, что были. И заметили этот украинский человек. И там говорит кисту. Давай, давай, проходи, не бойся. Что? Не бойся? Ну, а кинжал достал, да, я побежал. Я же знаю, что если горцу скажешь, что это... Не бойся. Не бойся, да? Я остановил. Они забрали все. Тогда и ушли все. Остались от иния. Один, один. Ну... Я не могу. Он был чуть-чуть маленький, но... Не могу жмать, потому что, если сильно буду жмать, это кинжал пойдет прямо. И заостановили. Ну, он поразил душницы, он на своем месте вложил кинжал, и мне говорят, завтра вы лично завтра принесете, что вы снимаете здесь, и я с тобой буду решать, вы зайдете или не зайдете. Ну, хорошо, второй день нет съемки, потому что там не могли заходить. Я взял книги на русском языке, Важа Пшавелла. Важа Пшавелла тоже граница не имел любви в Кавказе, в лице. Для него все были, в всей Кавказе были ее любимые люди. Писали, писали о грузинских, о Чечении, о ингушских, одной тоже. Но это, что Манмас Менделе, Малба, там Важа Пшавелла через кисти говорит идею поэмы. Понимаете? Ну, я взял, они очень такой грустный, серьезный, читают. Ну, прошел, полтора часа прочли, и вызвали всей грузинской этой женщине, которая была замужем на кистеру, как ему понравится, как вы грузины знаете, давай так будем его устраивать. Ну, оказывается, что это очень понравится, этот сюжет, этот поэм очень понравится, потому что там о кистах, один, это Светаури. И, ну, там хлеб пришел, положили, потом посидели, маленький, кавказский, маленький, коня. А я посидел на этом маленький коня, и чуть не умер на трассе, на трассе ждал машину. И и зашли, потом мы начали сниматься, и там снимали очень хорошо, снимали, местные люди участвовали, они пели, старым, кавказский, они даже бриты были очень старые, модами. и все это осталось кино. Еще хорошо, что кино тогда снимали, хорошие школы были у грузинов, хорошие школы, искусство, актерское искусство. и закончили тот фильм, и потом знали, что в Италии получили гран-при, этот фильм. и такой большой был приз, что Лейла Башиде не мог взять золото. И потом в Россию поехал, даже советский фильм был, в Россию поехал. А я так закончил это мое выступление, что здравствуй, моя дорогая Россия, здравствуйте, девушки, побратыни, актеры, мои друзья, целую вам всем. Субтитры подогнал «Симон»!